Российская пропаганда уже многие годы называет украинцев нацистами и неонацистами. Эти термины широко употребляются, однако все указывает на то, что их значение сейчас в России мало кто помнит. Ведь если вернуться к значениям и истории, существует не то чтобы риск, а гарантия того, что выйдут на самих себя. В этом видео рассказываем о том, сколько современный режим Путина взял от тоталитарных режимов предшественников. Пропаганда и переписывание истории Тоталитарная пропаганда в нацистской Германии, фашистской Италии и коммунистическом СССР возвышала культ государства. Нацистская Германия активно использовала лозунг «Один народ, одна империя, один вождь». Фактически, Путин построил Россию по тому же принципу. Нацистский режим в Германии вырос из-за травмы поражения в Первой мировой войне. Гитлер обещал восстановить справедливость, возродить утраченное имперское величие Германии, вернуть отобранные соседями землю. Аналогичный и путинский режим вырос из травматического опыта краха СССР. В российском обществе, обладающем имперским менталитетом, это было воспринято как тяжелое поражение и всемирное унижение. Цель политики Путина совпадает с целью Гитлера. Восстановить потерянное величие своего государства, вернуть себе территории, заселенные русскими, русскоязычными или лояльными к России людьми. Но здесь оказался колоссальный просчет Путина. Он считал всю Украину лояльной России. А на самом деле, даже подавляющее большинство русскоязычных украинцев враждебно относятся к России. Культ личности Гитлер, Муссолини и Сталин находились на верхушке власти очень долго. Вследствие этого у них исчезает чувство меры. Появляется твердое убеждение в собственной богоизбранности, в выполнении какой-то великой исторической миссии. В честь диктаторов называли улицы, площади и другие объекты. Их изображения присутствовали повсюду. СМИ постоянно уделяли им основное внимание. О начале формирования культа личности Путина заговорили уже в первые годы его президентства. Еще в 2001 году BBC обратила внимание на широкий выбор портретов Путина в подземном переходе метро. В 2014 году немецкая газета Die Welt писала о том, что культ личности Путина начал нарастать с началом войны на востоке Украины. И еще больше после оккупации Крыма. Иностранное издание также подметило, что чем изолирование становится Россия, тем больше там преклоняются перед Путиным. Путин президент мира! О Путине писали песни, снимали видеоклипы, в его честь и поддержку проводили масштабные мероприятия. И это всего лишь часть того, что происходит в российской реальности. Символика Россияне используют буквы латинского алфавита Z и V не только для тактической маркировки своей техники, но и вообще как официальные символы кровавой войны в Украине, которую они цинично называют спецоперацией. Буква Z присутствовала на эмблеме 4-й полицейской панциргренадерской дивизии СС. СС-овцы дивизии были причастны к преступлениям против гражданского населения. Символ V в нацистской Германии использовался как шеврон старого бойца, который должен был выделять древнейших членов СС. Этот символ носил на униформе в частности Reichsführer SS Генрих Гиммлер, один из главных преступников нацистской Германии. Ни на российских, ни на мировых ресурсах пока нельзя найти информацию о том, кто придумал символы и что они означают. Выдвигались гипотезы, что Z обозначает войска западного направления, V – восточного, а треугольник – южного. Официальных объяснений российских властей того, что по сути первоначально вкладывалось символы, нет. Графически Z ближе к свастике, чем к любому известному советскому символу – пятиконечной звезде, серпу и молоту или красному флагу. Действительно удивляет, почему Российская Федерация, постоянно подчеркивающая концепцию русского мира и славянства, использует латинскую символику вместо кириллической. Это противоречит самой идеологии русского империализма, которая явно антизападная и славянофильская. Геноцид других народов Характерной особенностью тоталитарных режимов является определение внутреннего врага с последующим массовым террором и геноцидом. Тех, кого невозможно сломать и сделать послушным рабом системы, физически уничтожают. Это делается для того, чтобы ликвидировать какую-либо оппозицию, сплотить общество, добиться максимальной поддержки действий власти и отсутствия критики таких действий. В нацистской Германии существовал культ превосходства арийской расы над всеми остальными. Арийцы, то есть чистокровные немцы, считались уберменьшими, то есть высшими людьми. В то же время существовали унтерменьшие, низшие люди, евреи, ромы, славяне, полукровки. Аналогично в путинской России существует превосходство русской культуры, языка, истории, армии, экономики, государственной традиции над всеми остальными. Пропагандируется представление о низости, второстепенности, слабости и неразвитости других культур, языков и традиций. По сути, такое представление господствует среди россиян на массовом и бытовом уровне еще со времен Российской империи и СССР. Голодомор, депортация крымских татар и даже геноциды коренных народов России – это все доказательство того, что великая страна всегда пыталась уничтожить другие народы. Игнорирование международного права Нацистская Германия брутально нарушала нормы международного права – двусторонние и многосторонние международные соглашения. Аналогично и путинская Россия, напав на Украину в 2014 и 2022 годах, грубо нарушила сотни международных соглашений. Однопартийная система В нацистской Германии была разрешена только одна партия – Национал-социалистическая рабочая партия Германии. В Сталинском СССР – только коммунистическая партия. В фашистской Италии с 1928 года – только национальная фашистская партия. В путинской России фактически однопартийная система. Единая Россия с 2003 года имеет парламентское большинство, которое на более поздних выборах переросло в конституционное большинство. Влиятельных оппозиционных партий не существует. Все остальные партии – либо союзники Единой России, либо мелкие и малозаметные политические силы для создания видимости демократии. Тесный союз государства и церкви Особенно характерным это явление было для фашизма. В Италии при режиме Муссолини пропагандировался пиетет католической церкви. В 1929 году были подписаны Латеранские соглашения и создано государство-город Ватикан. Папа Римский Пий XI поддерживал агрессивную захватническую политику Муссолини. В путинской России православная церковь Московского патриархата является фактическим прислужником государства, поддерживающим агрессивную внешнюю политику. Закрепление традиционных гендерных ролей В фашистской Италии, нацистской Германии и сталинском СССР был культ семьи. Муж должен выступать как главный источник обеспечения семьи. Патриот, работающий на благо государства, а в военное время он должен защищать страну. Всячески пропагандировалось рожать как можно больше детей. Ведь тоталитарному государству необходимы новые войны. Гомосексуальные отношения были криминализированы. В путинской России летом 2020 года были внесены поправки в Конституцию России. Статья 114 определяет единую социально ориентированную государственную политику в области сохранения традиционных семейных ценностей. Брак определен именно как союз мужчины и женщины. Кроме того, в России жестко преследуются гомосексуалы, вплоть до физических расправ. Тотальный контроль над СМИ Во всех тоталитарных режимах правительство имеет неограниченный контроль над средствами массовой информации. Частных СМИ практически не существует. Государство стремится максимально изолировать граждан от альтернативных источников информации, чтобы полностью формировать для них повестку дня. То же самое и путинская Россия. Независимые СМИ уничтожены, а сейчас закрываются и социальные сети. Неограниченное влияние аппарата принуждения В нацистской Германии охранные отряды правящей партии и тайная государственная полиция, гестапо, имели полный контроль над жизнью общества. Любая оппозиция жестко и безжалостно подавлялась. Широко практиковались доносы. Следствия и судебные процессы проходили с многочисленными нарушениями прав человека. Унижение достоинства человека, психологическое давление, физические пытки. В путинской России органы МВД и ФСБ также обладают колоссальным контролем над обществом. Любые попытки народных протестов жестко подавляются. Участников арестовывают и сажают в тюрьму. Есть прецеденты осуждения за посты, репосты и даже матерные слова в соцсетях. А недавно заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал заявление о возможности возобновления в стране смертной казни. Как видим, режим Путина не придумал ничего нового. Его новое – это незабытое исторической наукой старое. Нацизм, фашизм, сталинизм и расшизм – это одно и то же. Поэтому список их общих черт можно продолжать без конца. Добавим только милитаризацию общества, культ захватнической войны и стремление к Блицкригам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok